Дом номер 34 по улице Гоголя построен 60 лет назад. В этом году он попал в список зданий, подлежащих капитальному ремонту. Там стандартный набор у них был предложен. Ремонт фасада, ремонт крыши. Мы собрались, жильцы, обсудили этот вопрос и решили назначить другие работы. Все потому, что в целом жильцов устраивает внешний вид фасада, а крышу и вовсе ремонтировали не так давно. Крышу нам делали лет 5 назад, поэтому крыша в хорошем состоянии, только надо частичный ремонт, где есть, когда восстанавливали антенны и все прочее, где-то продавили, сломали. Но остальное все нормально. Более-менее с другими домами, если посмотреть. В список первоочередных работ попали ремонт входа в подвал и балконов, обновление карниза. Это то, что касается внешнего вида. В отношении коммуникации у собственников и подрядчика более масштабные задачи. Есть проблема, допустим, циркуляции. То есть в дальних, как сказать, квартирах горячая вода поступает после долгого слива. Вот мы заказали, чтобы нам сделали циркуляцию. Потом, значит, плохая проводка у нас, стояки по подъезду плохая. Мы эти работы тоже включили. Жильцы дома показали хороший пример другим, проявив инициативу и своевременно приняв решение о требуемых работах. Смета пока не составлена, но подрядчик активно подключился к обсуждению. Ремонт в этом доме должен начаться 1 мая, а закончится 17 июля. Всего в 2016 году в программе участвуют 226 многоквартирных домов в 23 муниципальных образованиях региона. Из них работы на 190 объектов требуют проектирования. На 36 объектов выполнение работ не требует проектирования. На сегодняшний день региональным операторам объявлены и проведены и подведены итоги 5 открытых конкурсов на разработку проектной документации, трех открытых конкурсов на выполнение работ по капитальному ремонту. В результате на проектирование 188 домов есть подрядчик, а жители 36 знают, кто займется непосредственно ремонтными работами. Специалисты фонда капитального ремонта отмечают, что они полностью открыты и готовы помогать подрядным организациям, жильцам и региональному оператору решать возникающие проблемы и вопросы, чтобы все работы были выполнены в срок. Валерия Мельникова, Александр Менчиков, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.